Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. Не так уж часто в практике сильнейших шахматистов современности возникают этюдные идеи. Но сегодня, уважаемые зрители, мы с вами рассмотрим очень красивое окончание, случившееся в матче сборных Узбекистана и США. Напомню, это командный чемпионат мира, проходящий в Иерусалиме. Белыми играл олимпийский чемпион в составе сборной Узбекистана, международный гроссмейстер Шамсиддин Вахидов, а его соперником был опытнейший американский гроссмейстер армянского происхождения Воружан Акабян. Итак, на доске 42-й ход белых. Как мы видим, у Вахидова лишнее качество, но у черных весьма достойная компенсация за него. Лишняя пешка на королевском фланге, которая может стать проходной, и два мощнейших коня. Особенно впечатляет нас централизованный конь Е4, защищенный пешкой Д5. Забегая наперед, скажу, что в этой партии именно кони черных сыграли главнейшую роль, а самый финал этого поединка представляет собой настоящий этюд в практической партии. Итак, А4 сыграл Вахидов, А6 играют черные, слон Ф2 и король Ф6, ладья Е1. Здесь черные могли просто стоять на месте, сыграть, например, конь ФД6, сохраняя пешки на королевском фланге, стоящими на пятой линии. Но Воружан Акабян решил зафиксировать белую пешку на Ж3, сыграл Ж4, Вахидов пошел Б3, явно намереваясь продвинуть пешку на С4, король Е6, ладья Х1, нападая на пешку. Конь вынужден отойти на Ф6 и С4, конь Д6. Здесь белые могли немного открыть позицию, разменявшись на Д5, сыграть слон Е3 с дальнейшим слон Ж5. Но Шамсидин решил пойти С5, напав на коня и после размена он получил лишнюю пешку на трех крайних вертикалях ферзевого фланга. Перспектива, конечно, образование проходной. Конь Ф5, Б4. Белые планируют прорваться ходом Б5, но и у черных появилась проходная в центре. Д4 играет Акабян, Б5 взяли, забрали, скушали, ладья Б1, нападая на пешку. И после конь Е4, белые могли, конечно, забрать на Б5, но партия в этом случае довольно быстро приходила к ничьей. Причем разными способами. Здесь, например, можно сразу пойти Д3. Но наиболее точным путем к ничьей был ход Конь бьет Ф2, размен и теперь уже Д3. С6, Д2. Конечно, Король Е2 сыграть не получается, там вилка, Конь Д4, поэтому С7 и пешка белых может стать ферзем с шахом, поэтому нужно играть Король Д7. Вновь Король Е2 не получается ввиду вилки, поэтому ладья Д5 происходит размен проходных пешек и черные успевают разменять оставшуюся белую пешку, воссоединив затем своего коня с королем и достигая теоретически ничейного эншпиля ладья против коня. Но Вахидов решил сыграть С6, бросил вперед свою проходную пешку сразу, Конь С3, нападая на ладью и защищая на Б5, шах, Король Д6, С7, отвлекая короля и двойной удар ладья Е5. Конь Д6 играет Акабян, он крутится своими конями, защищая пешки, но слон бьет Д4. Сейчас Конь под боем, к тому же угрожает еще и ладья С5. Такой ход можно сделать в случае ошибочного Конь ДЕ4, размен на С3 и двойной удар. Но черные на чеку, они играют Б4, ладья С5 шах, Король Д7 и если забрать на С3 и потом съесть пешку, то черные играют Конь Ф5, успевают пойти Аш4 и опять же получается простая ничья. Но узбекистанский шахматист забирает на Аш5, оставляя проходную пешку черных на ферзевом фланге в живых. Забегая наперед, скажу, что именно она сыграет важнейшую роль в этой партии. Конь СЕ4, ладья Аш4 и в этой позиции черные могли сразу добиться ничейной стойки, забрав на Ж3. Конечно, брать на Ж3 плохо, там тройная вилка на Ф5. Если же забрать на Ж4, то Конь ЖЕ4 и выиграть эту позицию белые, конечно же, уже не смогут. Пешек у них не осталось, у черных же жива пешка Б. Но вооружан сыграл Король С6, отдал пешку Ж4, белые получили проходную, Король Д5, СЛОН Аш8, Конь Ф5 и ладья Ж8. Черные уничтожают проходную пешку белых как раз в тот момент, когда она могла двинуться вперед. Конечно, в случае взятия на Ж3 простая ничья. Но Вахидов продолжает бороться за победу. Ладья Д8, Шах, Король С4, ладья Ф8. Черные кони стреножены. Ни один из них не может отойти без потери другого. Поэтому остается лишь играть Королем и пешкой. Становится на Д3. Вооружан Акобян, Король Ф3, Б3, Ладья Б8, Король С2, Король Ф4. Посмотрите на эту красоту, позицию. Черные кони, казалось бы, как и раньше, не могут двинуться. Король не может отойти ввиду потери пешки. Пешка же тоже не может двинуться вперед, так как теряется на поле Б2. Кажется, что черные в решающем Цукцванге. Но на самом деле защитные ресурсы черных очень велики. Здесь, например, можно было пожертвовать сразу двух коней, поставив коня на Д4. Перекрытие диагонали и угроза Б2. В случае взятия на Ж3 черные спасаются именно таким образом. Ну а что же после взятия на Д4? Вилка на Е2. Уже в который раз в этой партии видим мы двойной удар в исполнении одного из черных коней. Размен Б2 и на доске ничейное окончание Ладья против пешки. Но основные красоты в этом эншпиле еще впереди. Оказавшись прижатым к стенке, вооружан Акабян находит интереснейшую идею. Он ставит своего коня на Д6, отдавая второго коня Ж3. Семидесятым ходом Вахидов забирает этого коня. Конь Ц4 играют черные, угрожая продвинуть пешку на Б2. И там уж действительно ничья. Поэтому Вахидову никак нельзя дать черной пешке стать на вторую горизонталь. Он связывает коня, король Д3. Угроза Б2 возобновляется. Шах, король Ц2. Если обратно на Ц8, то вновь король Д3. Поэтому Ладья Д4 играет Вахидов. И тут, конечно, защищать коня на поле Ц4 не получается. Если пойти на Ц3, то вскрытый шах. Ну и далее черные все-таки падают под ударами белых фигур, которые в конце концов налаживают взаимодействие. Здесь черные проигрывают. Нельзя также отходить конем с поля Ц4. Например, если пойти коня 3, вновь имея ввиду продвинуть пешку на Б2, то Ладья становится на Б4. И черные не могут двинуть вперед пешку. Она теряется. В то же время какого-то активного плана у черных уже нет. Белые подходят своим королем и постепенно побеждают. Но в жесточайшем цейтноте американский гроссмейстер находит удивительную идею. Он жертвует и второго своего коня, продвигая пешку на Б2. После взятия на Ц4 черный король становится на Б3, атакуя Ладью и угрожая превращением пешки. Ладья Ц3 играет Шамсиддин и у черных выбор. Конечно, плохо король Б4 ввиду Ладья Ц8 и белых выручают сквозной шаг по вертикали Б. Также плохо отходить на А2, так как белые просто связывают пешку и на король А1 забирают ее, конечно, слоном, а не ладьей во избежание пата. И тут черные, конечно, проигрывают. Но вооружан Акабян находит верное решение. Отходит королем на А4. И в этой ситуации черная пешка оказывается равной по силе ладье и слону соперника. Белые ничего не могут поделать. Ладья Ц4 сыграл Вахидов. Король вернулся на Б3. Та же позиция. Слон бьет Б2. И тут, конечно, взятие ладьи. Партия закончилась в ничью ввиду недостаточности материала для постановки мата. Вот такой замечательный боевой эншпиль, в котором мы увидели несколько интереснейших этюдных мотивов. Стремление Вахидова к победе и блестящая тактическая изобретательность вооружана Акабяна на пути к спасению этой партии заслуживают высших похвал. Американский гроссмейстер одного за другим пожертвовал обоих своих коней для того, чтобы в конце концов прийти к ничьей с единственной пешкой, оставшейся на доске. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания!